Салам алейкум, Дустар, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чеггири Аут, а это реакция на сериал Умир, 8 серия. Let's go! Я с ним так и поговорю, он завтра больше никогда в жизни к ней не придет. Да вы ему ничего не сделаете. Почему? Потому что это папа мой! Я его молчу. Поэтому, Серик, выполняй свою работу. Прекрасно знаешь, чем это может закончиться. А ребят мы найдем, не переживай. Тем более он один засветился. Ну все. Главное, сильно не светиться. Идите на разведку. Изучите там все. Хорошо. Да, все объясняем. Все. Поведите. Голову подними, по сторонам смотри. А что смотреть-то? Мы уж тут просто так час ходим. Мы не просто так ходим. Мы осматриваем, изучаем вот этот двор. То же самое дело. Вы собираетесь квартиру привыкнуть, а не двор. Но в квартиру уже через двор заходят. Правильно? Тут свои моментов дофига. Тут нужно смотреть, где что находится. Где камеры стоят. Куда можно вещи спрятать. Куда можно убежать вообще. Когда из-за меня ты будешь бегать с тобой. Так что смотри. Мне кажется, если спалят, без разницы куда бежать. Влево, вправо, вверх. Ты умничай. Не умничай. Если ты куда попал, побежишь, тебя поймают. Допустим, смотри. Если тебе нужно будет убегать, как ты побежишь? Через вот этот двор или через площадку? Через двор, конечно. Там уже бегать легче. Да, там легче. Но и догнать тебя будет легче. А через вот эту площадку нет. Так что нужно выучить, где что стоит. А менты-то это не знают. Им сложнее будет. Да, ей нужно это обязательно посмотреть. Куда можно спрятаться. Если убежать не получится. А что? Мусорка она мает? Она мает. Она мает? Мы же как раз там познакомились. Вот именно поэтому она мает. Оттайли одного щегла. Ты ему помогаешь, в общем, подкалывай кину. Все, ладно, киток. Мэр, только наверх, смотри, там камера есть. Виду не подавай. У тебя что, ключи от домофона есть? Да. Вот они. У каждого домофона есть стандартный код. Добро пожаловать. Не х**йся, да? Мы тебе дадим, когда выучишь. А они смотрят спокойно, да, на камере? Добро пожаловать. Добро пожаловать. Здравствуйте. Проходите. Может, ты, кстати, перей взял? Ё-моё, я забыл. Капец ты торван, съёмщик. А жека же ругаться будет, ты же знаешь. Она кипишная же у нас. Ты понял, зачем вы продукты взяли? Нет. Это чтоб не с полиции. Если бы мы без продуктов зашли, то больше было подозрений. И так она подумала, что мы, типа, в гости пришли. Усёк? Я понял. Вомра, не тупи. Он так специально перед той женщиной сказал, чтобы она не косилась на нас. Перед ним мы теперь обычные пацаны. Снимай. Снимай. А-а-а. А перец зачем? Хм. 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 Ладно. Всё понятно же, в принципе? Давай спускайтесь. Я сейчас подойду. Давай, давай, давай. Быстрее. Хм. 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 Дежен. Да. Я не знаю. Вон он, он. Я сейчас подошел. Мышленная комната, я уже кольцо. Люди, кто-то дома? Серик, Серик. Что за квартира? Слышали? И что? Мне не надо, субар. Не совешалеть. У вас же семья есть? Или вы забыли уже, что у вас семья есть? Нет. И что? Трое детей. Правильно? Правильно. А и доз младший, старший? Наоборот, старший. А и доз младший. Где жена? У своих родителей. Ну что сказать не хочешь? Не вовек, конкретно. Знаешь? Мы жимыстан шашап келем. Стройка дожиму стим. А сен келеден допросы устраиваешь. Еще за хуй шагарды. Болдым ба? Бог там у нас семья. Нормально селился твой. Не материйся. Я материст? Нет. Человечески с тобой. Правильно? Зачем сына избил? Павлором, это мой сын. Как хочу, так его спит. Я слушаю, да хуй я пужу. Хватит сейчас. Выслушай меня внимательно. Я сюда по тысяче раз не буду приходить. Времени мало у меня. Ты 11 лет, мальчик. 11 лет. Ты своими чуть-чуть мозгами включи. Я тебе, блядь, сейчас к себе заберу, я тебе там кончу, понял? Там у меня сейчас как раз, блядь, его бы сидят какие-то. Туда заведу, они тебя, блядь. Они тебе, ты сам понимаешь, что сделают. Там будешь характер показывать. Не мярдь, вот ты там характер показывай. Ты как, блядь, будешь сидеть. Потому что у тебя сил только на 11-летнего мальчика хватает. И на жену. Друзья, па, на свой, блядь, блядь, прорабам показывай. Настройки, понял? Я тебя последний раз предупреждаю. И первый. Потому что у меня времени вообще нет. Я тебя, блядь, кончу, блядь, как не знаю кого, понял? Только не беси меня, блядь. Ты меня понимаешь? Понял, понял. Вот, молодец. Я с тобой нормально хотел поговорить, но ты со мной через... Мне кажется, ты не понял. Понял? Все. Все, давай, больше не приду. Потому что ты больше бить не будешь. Будешь бить. Давай. Ну-ка. В принципе, ничего сверхъестественного. Обычный двор. Перед подъездом камера есть. На лестничной площадке камера есть. В почтовом ящике ничего не висит. Все чисто. Ну, дверь не из дешевых, но замок, честно сказать, несложный. Наклейка висит, что дом под охраной? Да, висит. Ну, все тогда. Я не понял. Как вы собираетесь украбить? Он же под охраной. Так это же лучше. Значит, есть там что охранить. Это во-первых. А во-вторых, пока эти охранники приедут, можно всю хату вынести. Разве это не опасно? Там же есть другие квартиры. Почему туда не заходите? Туда можно заходить. Но вот вынести оттуда нечего. Запомни. Домушники целятся в основном на дорогие квартиры. Это только новички и гастролеры могут залетать в такие дома. Гастролеры? Это кто? Гастролеры – это те, кто из других районов приезжают и сразу за дни 8-10 хаты вносят. Да, на нашем деле много таких моментов. Ты о них позже узнаешь. Ну, а может, и не узнаешь. Вдруг, если ты захочешь уйти. Ну, мы же тебя насильно не будем задержать, правильно? Но ты не должен воспринимать доброту за слабости. Я надежный. Слово пацана. Надеюсь. Но даже самый надежный замок можно спокойно взломать. Я не замок. Тем более замок, как всегда, операция. Хайратага, там точно есть деньги. Да, конечно. Люди, которые мне дали информацию, тоже надежны. Как и ты. Надеюсь. И, кстати, не называй меня Хайратага. Зови меня братан. Сам, братан. Держи мать, мама. Принциплина, я стеси. Солочи. Наглый, да, пацан? Да. Ладно. Надо изучить график жильцов квартиры. Когда они дома, когда на работе. Во сколько приходят, во сколько уходят. Узнать, когда дети в школу ходят и во сколько приходят. Все, все, братан. Принял. Все. Идите. Никто не приходил. Трорн. Трорн. Ну, они с утра на работе, вечером только бывают дома. А что? Почему интересуетесь? А, вы не подумайте. Мы просто отчет введем для руководства. Вот и обходим все квартиры. Вот и обходите. Извините, извините. Последний вопрос. Не знаете, там, может, дети, кто-то еще есть. Просто понимаете, туда-сюда неохота ходить. Почему интересуетесь вы этим всем? Кто вам домофон открыл? Вы что здесь делаете? Ну-ка, давайте идите отсюда. Я сейчас полицию буду вызывать. Все, все. Татьяна, извиняемся. Когда мы пришли, там уже никого не было. И мы соседям позвонили. Они говорят, что днем они на работе. Только по вечерам дома бывают. А спички, братан, так и лежат, как и лежали. А что, соседи кипишные? Ну, как кипишные? Как обычно, кипишуют, но если их дело коснется. А на других пофигу. Ну, как всегда, десмотр. Тогда на почтовый ввесчик надо стикер прикрепить. А это зачем? Чтоб другие не залетали в этой квартире. Так они поймут, что она уже в разработке. Спички нужны для того, чтобы понимать, заходил кто-нибудь в квартиру или нет. Ну, кроме спичек, можно просто на глазок жвачку прилепить. Понимаешь? Я смотрю, Ломар вообще ничего не знает. Не знаю, что мы не знаем. Не знаю, что мы не знаем, что мы не знаем. Мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Тут у тебя, понимаешь, будут реальные домашние задания. Вот смотри, Умар. У тебя квартира открыта. Ахшан, я не знаю, наверное, в шкафах. Там ты найдешься только грязные трусы. Это в основном ошибка новичков. А надо искать там, где их реально прячут. Ну, это в кухне, под диваном, в коробке ларничные. А яхки именно разные, да? Всякие безилушки ларничные. Ну, если в квартире деньги есть, мы их в любом случае найдем. Хай же хаттхса, да? Ну, если не деньги, то золото, технику. В общем, омар. Камбат за тарган берн, кутирп кетверэмс. Ну, в этой квартире в любом случае есть деньги. Мы же по наводке работаем. Наводка? Наводка, когда мы знаем, где деньги. Ну, там по-разному бывает. Иногда хозяева сами выдают себя. Иногда друзья пробалтываются. Ну, по-разному. И дальше мы сами работаем. Разведка, на мною, вознагражданский. Да, понятно. Полностью осматриваем территорию. Изучаем участковых. Смотрим, как часто они контролируют данный участок. Изучаем соседей. Ну, чтобы понять, какие они. И дополнительно высасываем с них информацию. Постоянно проверяем, чтобы щиток был открыт. Потому что если есть сигнализация, или в целом труб нужно свет выключить, он должен постоянно быть открыт. Ну, и самое главное, мы всегда знаем в лицо тех, кого будем грабить. Ну, чтобы понимать, что от них можно ожидать. И когда собираются вот такие данные, мы уже уверенно заходим в квартиру. Кадым, где и узимся, где и спокойно. И все. Значит, сколько дней изучаете? По-разному. Бывают 3-4 дня. Бывает месяц. Месяц слишком много, мало. Ты за такой разный. Ты чуть обороты сбавь. У нас там осталось мелочи. И как раз твой выход. У них там есть ребенок. Как раз твоего возраста. Нужно подружиться с ним. Узнать про родителей. Что дома есть. Ну, там PlayStation поиграйте. С родителями пообщайся. И узнай, что и где находится. Окей. Значит, все, мы не слушаем, мы не говорим, да? Нет, почему? Тем не менее, шухер дотросный. Точно, да? Значит, мы не штынируем. Точно, штынируем. Ну, все тогда. Иди знакомься со своим другом. Мадди с тобой поедет. Ну, ты же соучастник. Еще раз тебя предупрестаю. Никому не проболтайся. Если я случайно проболтаюсь, бай хамай. Ну, тогда случайно, бай хамай, тебя придется убить. Ну, сначала помучаем. Ну, 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 бэрэнш, тырнақтарым жылуға болады, Тұрасын, саусаған кесеміз. Түліңді кесеміз. А, еще, сестрен каңа барамыз? Ей тоже придется ответить за брата. Да? да, шучуя, расслабься. Ну, просто убьем тебя, и все. Ну, К сожалению, Хазар Хасим зажил. Ты на меня с дружкой? Да, с дружкой. Точно? Точно, да. Все в Босстан. А прикиньте, он сдружится реально с тем парангейским. Развалишки, дерьмо, чему стой же? Это твое воспитание, дура тупая. Папа? Стой там. Я с тобой потом разберусь. Синя, как мог бы отпугать? Где, папа? Да? Ты чего тогда жаловываешься? Береги, блядь. Еще, блядь, какому-то чумошню. Синя, блядь, ты же пойдешь мне. Басмар, чай не дедим бенни, а? Да, 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 да. Карапай, не спеши. Не спеши, папа. Я думал, он сын, я все. Оказывается, челка я все. А, блядь, да? А, блядь, что ли? Блокое. Блокое. А это не замазали, да? Не спеши. Папа, кишись, пожалуйста. Блокое. Ай, блядь. Я вас всех кобелец. Я здесь диктую. Блокое. Не, я... А? Не, я... Жамон, сюда. Ай, блядь. Что, бабушка? Блокое. Блокое, блядь, блядь. Блокое, блядь. Блокое, блядь. Блокое. Блокое, блядь. Я бы не жду тебя. Да вы что сделали? Да вы народили меня. 有沒有 я гитмогу intellectual movie а Вы что ждете, пока он суицин сделает? На моем участке зеркала на 221 марте украли. Ты тогда давай завтра ко мне приходи. Тем более, если завтра в хату зайдешь, сам все увидишь. Он про щеглагору смотри. Узнаешь? Вот и попался. Это мирстик. Ладно, это в следующей серии будет. Вообще, что я начал тизеры смотреть в следующих сериях? Никогда не смотрел. Так, ну что, мы постепенно... Долго будет. Когда начали рассказывать схему, я понял то, что мы еще не скоро ворвемся в эту квартиру. И не скоро это последнее... А может, это будет последним заданием. Фиг знает. Но в этой серии узнали, как работают эти пацаны, как отрабатывают пути отхода, как заходят, все проверяют. Короче, все... Все очень продумано. Вроде бы как. Но, как обычно, такое бывает. Почему замазали это, интересно? То, что она под охраной. Может, типа... Почему нельзя это показывать, то, что он под охраной. Почему... Ну, может быть, это там что-то какое-то государственное и так далее. Наклейте свою какую-нибудь другую. Вот. Разговор Серика с этим отцом... Он, конечно, вроде бы все четко сказал. Запугал. Но почему-то не подействовало это. Вот я смотрел на этого мужика и вообще думаю, ну, по-любому... Он ничего не понял. Ну, вот, собственно, еще хуже, как бы, только сделал. Что очень печально. Кошмар. Ну, вот концовка была очень-очень жесткой. Это очень плохо. Вот. Так, благодаря вам Мирчуку, короче, узнали о схемах. Он задавал такие специальные вопросы. Уж понятное дело, для чего все это задавалось. Чтобы мы с вами поняли, что, кого, да как. И вдруг... Ну, то есть иногда, если вам казалось, типа, что такое наводка там и так далее, или вот этот момент в подъезде, когда бабка там вышла. Скорее всего, есть те, кто не знает, не понимает еще, в чем прикол, допустим, такое же молодое, маленькие подростки, какие-то ребята, детишки. Вот. И они, как бы, могут не знать некоторых вещей. Вот. Собственно. Поэтому через умешечка их вводят в курс дела. Так. Короче, вообще пол серии. Это вот у нас схема, как, чего, кого. И так далее. Да. В основном все так. А, я хотел посмотреть цветок кор. Ну да, он отключается. Жесть, это вообще проеб. Это, ну, ребят, это косяк. Косяк, между прочим. Слишком много синего. В одной и в другой уже нет. Короче, может, они просто забыли покрасить. Фиг его знает. Ладно. Не будем докапываться. А, я еще хотел послушать звук. А, это, по-моему, в той серии было. И забыл. Ладно. Короче, ужасная, ужасная концовка. Я надеюсь, что у этого мужика все-таки как-то накажут его. Ну, прям отмутозят. Я очень на это надеюсь. Так, и хотел я, знаете, что посмотреть. Я сколько раз себе напоминаю. Посмотри первую серию. Когда умира там потерял кого-то. Айдос. Айдос, оказывается. Я думал, там может Макс какой-нибудь или еще кто. Ну, это Айдос. И это как раз таки вот парнишка, которого отец запьет, да? Сейчас усочнем. Да, Айдос. Что-то Айдос, походу, что-то свяжется тоже может быть с этим совсем. Или это все из-за отца произойдет, фиг знает. Не знаю. Но очень жалко, конечно, парнишку. Вообще очень ужасная вся эта тема с домашним насилием. Это очень плохо. Вот. Как вам? Восьмая серия. Пишите в комментариях, ставьте лайк под этим видео. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Check it out.